Привет, урки, мои красотурки, на своём новый влог. Я немножко убираю, хочу покушать. Я считаю калории всегда, которые я ем. И сейчас покажу вам, мне надо добрать калории. Сегодня, потому что съела только один йогурт за весь день. И делаю себе очень простой обед. Выглядит он вот так. Это три маленьких таких яйца. Получилось купить маленькие, помидорка и зелень. Всё, вот так. И мне этого хватит без соли. Самая большая проблема сейчас в Геленджике – это припарковаться, девочки. Ладно, места на пляже. Всегда можно найти, где лечь. А вот припарковаться – это целая проблема. Сделали много платных стоянок. Ничего не могу сказать, молодцы. Но они все забиты. Потому что стоят они 30 рублей в час. Вот я сейчас уже объехала 4 стоянки. И вроде подъехало было 2 свободных места. И нет. Нет. И сейчас жду. Мне надо фикс прайс. И рядом там вообще негде припарковаться. Я подошла к парням груши. У них уже новая груша. Они говорят, нам нужны невесты. Не пьют, не курят. Это Кристи. Такие красивые. Красивые, да. Одинокие девочки. Оставлю инстаграм и пишите. Красавчики, приезжайте в Геленджик. Это он на Рональда похож. Ну-ка улыбнись белыми зубами. Как оно, у меня имя как-то рано. Да. Его зовут Кристиан. Представляете? Мы с вами зашли в торговый центр Пассаж. Здесь открыли какой-то новый магазин. Папилов. Все такое. Полосочку. Морское. Еще здесь открыли магазин. Точнее, они его перенесли. 21. Шоп 21. Тут такие классные товары. Мне очень нравится. Особенно под СССР. А еще здесь у нас парфюмерные масла. Есть банкоматы. Магнит косметик. Огромный. И бифри. А еще, девчонки, вы знаете, что санлайт закрывается. И сейчас там просто скидки бешеные. 80%. И надо что-то посмотреть. Такая люстра красивая. Две точнее. Такие висят. Мы идем на второй этаж. Здесь есть зенден. Ну, на самом деле, там делать нечего. Мне кодовь не нравится. Здесь также есть карри. Я же вам показывала уже. Ну, у меня же есть новые подписчики. И не видели. И здесь есть карри. А еще нам надо фикс прайс. Чтобы купить коврики для Гуччи. Который не может запрыгивать на кровать. Так. Тут канцелярия. Здесь так быстро все разбирают. Кто-то привозит. Девчонки, смотрите. Пустые полки. И так всегда. Ну, то есть, приходишь и если ты что-то там увидел, то ты-то не возьмешь. Надо знать в Геленджике дни поставок. Так, конфеты нам не нужны. Среди полки с посудой тоже пустые. О, а тут классные вот эти чашки. Салатницы, девочки. Прикольные и маленькие. Тоже прикольные. Мне вообще нужны были вот эти вот формочки. Это большая для моей духовки. Вот эти вот формочки. Они такие классные. Я в них запекаю. И абсолютно не разбрызгивается ничего. Я еще сверху фольгой закрываю. Вообще не копеечные. Какой поднос. А что там за орнамент? Ну, такое. Никакое. Вот этот классный. А там что? А там фрукты. Вот этот хочу. Хочу, потому что я когда слышу, блин, ношу что-то. И он говорит, давай, курит, купим поднос. Мы все не могли найти нормальный. А этот очень даже неплохо. Стильненько, да? Смотрите, какие стаканчики продаются. Фиксы прайси. С трубочкой. Баночка, ну вот, прикольная, но вообще не под что. Здесь тоже все пусто. Пусто, пусто. Может, я в экспрессе кружку найду для кофе? Нет. Ничего нету. Смотрите, какие вазоны есть. Ну, вот если бы мне эти серебряные розы, было бы классно. А еще есть вот такие вазоны большие. Смотрите, они стильные такие. И стоят 77 рублей. Девчонки, смотрите, какие рюкзаки есть. Здесь кожзамы серебристые такие. Нифига себе на тонких этих шнурочках. Вот про какие коврики я вам говорила. Вот эти. Сколько здесь? 50 на 80. Мне как раз нужно несколько штук. Вот таких, наверное. Они по 99 рублей, знаю. Да. Гучечки хорошо будет прыгать. Фикс Прайс, кстати, завезли вот эти вот звезды. Интересно, где они стоят. Мне надо сейчас найти. Я на балкон, может, возьму. И также есть, знаете, что? Вот такие. Морские коньки. Надо узнать, где они стоят. Девочки, я подстригла своих мальчиков. Идите, покажитесь. Ну-ка. Ну-ка. Это кто? Это Мася? А это Гуча? Гучечка. А сейчас мы не так долго гуляем на улице, чтобы они не сгорели, чтобы только подзагорели. Манюня, что такое? Морды не трогала. Такие хорошенькие. Только челки им обстригла. Коть я захотела поесть. И у меня подруга говорит, подстриги мою Ёрочку так же. Вообще прелесть. Теперь не точно, не жарко, да, Гуч? Девочки, я убрала. Все отпидорила. Как только можно. Сижу, отдыхаю. Гуча у меня мамкин сын. Он такой прям, девчонки, со мной всегда. Там Ася вот сейчас бегает, Сашу ищет. Саша пошел заниматься на турнике, а этот всегда со мной. Он вообще не отходит. Да? Эй! Скажи, девочки, привет. Смотрите, какой я красивый, чистый, вкусно пахнет. Девочки, у меня теперь идея фикс. Мы вчера с мужем лежали и думали, что бы сделать в этой комнате. Потому что меня вот эта вот чернота вся напрягает. Я знаете, что хочу? Это, кстати, вазочки мне Алла Погодаева дарила в прошлом году. А Луся, они в целости и сохранности. Так вот, посмотрели разные фотографии. Нам очень нравится вот эта вот серия Мальм из Икеи. И знаете, что я придумала? Я сюда поставлю не один комод белый. Хотим белую мебель, а два. Вот так вот два будут комода. Захерачиваем сюда телевизор огромный на стену. Мы уже присматриваем. И здесь тоже будет белая кровать, Мальм. Эту кровать мы будем продавать. А этот комод, кстати, пойдет в гардеробную, между прочим. Эту кровать с тумбочками мы будем продавать. И брать икеевскую Мальм. Но там у них есть классная система хранения. Там будут ящики. Два здесь и два с другой стороны. Тумбочки. И сюда, девочки, я хочу поставить туалетный столик. И он сюда поместится вообще без проблем. Тоже белый икеевский. Мне здесь его будет абсолютно достаточно. Потому что вот эта порнуха, которая у меня сейчас, вот на этой тумбочке, мне она вообще не нравится. И вот здесь у меня тоже лежит все мои причиндалы. Видите? Все лежит тут. Тут палетки и помада. Я, кстати, даже один органайзер свой не задействовала белый. Ну, я его оставила просто, потому что я столько косметики с собой не брала. Я очень хочу сюда белый. И белые блэк-ауты. А может быть, какие-нибудь другие шторы. Не знаю. Ну, вот мы собираемся осуществить это либо в этом году, либо в следующем. Просто этим надо заняться. Надо ехать в Краснодар, в Икею. Вот. А этот комод однозначно пойдет в гардеробную. Он мне там очень нужен. И он очень уместительный. Я его люблю, капец. И вы меня очень часто спрашиваете, что это за покрывало такое стегано. Это тоже девочки Икея. И, кстати, этот плед есть в разных размерах. У меня маленький размер. И мне его не хватает. Его хватает вот в длину, но не в ширину. То есть у меня там уже вот столько нету запаса. Так что можно брать побольше, но больше стоит очень дорого. И вот разные расцветки. Мне нравится этот коричневый, но я буду под белую кровать что-то брать светлее. А полы с обоими мы менять не будем, пока нас все устраивает. Ну что, надо набахнуть кофейку после такой уборки. Так, пока нагревается она, я... Не все подписчики видели мой балкон. Я здесь работаю. С одной стороны, вот сюда, кстати, топчанчик пойдет. И надо заменить эту лампу, потому что я ее порвала все-таки. Икеевскую балкон очень большой. Здесь стоит у нас вот это подвесное кресло. Мне муж в прошлом году дарил на годовщину. О, кстати, у нас скоро годовщина, девочки. М-м-м, 27-го, по-моему, августа. Мне муж лучше знает. Три картинки. Столик икеевский тоже икеевский. Подсвечники, там корзинки всякие. И есть еще одно икеевское кресло. Я его накрыла белым пленом, потому что его надо чистить. Очень сильно чистить надо. Ну, это надо снимать обивку. Там просто такие разводы. Вот такие после чистки, вот такие разводы. Оно так-то чистое, но вот эти разводы, это просто капец. Надо снимать обивку, стирать ее отдельно и мокру натягивать. Ну, либо заказать химчистку. Мне, в общем-то, так устроит. Он очень большой. Вот, я могу лечь вот так. Вот так. Моего роста абсолютно достаточно. Я 1,65 м. А в длину... Короче, балкон у нас почти 6 метров. Вот, представляете? Вот так. Мы сюда хотим топчанчик какой-нибудь или диванчик. Вот здесь, чтобы лежать, смотреть телек. Или играть в приставку. Все это позволяет. Место. Ну, кресло мое, конечно, самое любимое, девочки. Обожаю его. Что, врубаю. Вы мне, кстати, часто спрашиваете по поводу кофеварки. Устраивает она меня или нет. Она меня устраивает полностью и целиком. И я с удовольствием взбиваю это молоко. Мне все это нравится. И вы мне спрашиваете, вот, хватает этой мощности и какую кофеварку еще выбрать. Девочки, меня устраивает. 15 бар – это вообще оптимальное, на самом деле, давление для того, чтобы приготовить кофе. Вот. Вот и все. И сейчас я себе взобью молочка. Вы только посмотрите на эту пенку. Вы не представляете, какой вкусный кофе получается в этой кофеварке. У меня муж, он, вот, насколько он не пяток кофе, да, он теперь каждое утро капючинка делает ему. С корицей, без корицей, да, как угодно. Но обязательно со взбитым молоком. Так что, кто еще не пил кофе, девчонки, я очень ее рекомендую. И цена офигенная. Это все что-то не ржавейка, да. Что-то не ржавейка, только вот это пластик. Мыть ее я вообще очень легко достал. И под кран, в общем-то, понял. Сейчас я тут вообще все разверну. А еще, мои хорошие, любимые девчули, лучше фаберликовских салфеток нет вообще ничего. Вот эти вот влажные универсальные салфетки для кухни, это идеальное что-то для кухни. Все можно, и решетки помыть, все-все. И не оставляет разводов. Я вот за это очень их люблю, что они не оставляют разводов. А еще мне надо купить маленькую зубную щетку, потому что мне надо почистить вот это вот дело. Вот, видите, ногтем у меня не получается, а вот щеточкой было бы отлично. Мы, кстати, сегодня поедем в Магнит, потому что там сейчас 20% скидки. Я что-нибудь там да накуплю. Ой, вода скопилась. А почему ой? Да потому что здесь очень сильный известковый налет. Если в софре на ржавчина, то тут очень сильный известковый налет. С ним борюсь как могу. Девчули, сейчас буду делать себе перекус, потому что я не добрала еще 1200 калорий за сегодня. А уже обед прошел. И что я буду делать? Я вам, во-первых, не показала свой Китфорд, вот этот вот блендер, который на твоей сосках. И я буду делать себе смузи. Здесь огромные стаканы. Вот я налила водички. И у меня сегодня смузи будет очень простой. Это груша-банан. Я режу грушу на кусочки и убираю сердцевинку с косточками. Сразу. Груши взяла сладкие, я их очень люблю. В магните продаются. И один банан. Я не добавляю молоко, какие-то сиропы. Мне и так все нравится. Потому что, во-первых, груша сладкая, во-вторых, банан сладкий. Вот такого количества. Кстати, можно даже воды долить. И вот доливаю водичкой. И, девчонки, вот это вот у меня будет мой обед. И, наверное, еще и полдник. Потому что такое количество выпить, на самом деле, достаточно проблематично. Потом я закрываю все вот такой крышкой с ножами. Аккуратненько. Девочки, это лучший блендер, который у меня когда-либо был. Плотненько закрываю. И ставлю сюда. Здесь есть замочек. Оп, замкнуло. Он у меня, слышите, подал сигнал. И теперь включаю. Вот смотрите, здесь есть три режима. Есть импульсный. Он взбивает импульсами. Есть автоматический. И я всегда пользуюсь просто режимом блендера. Я просто нажимаю кнопку. И все. Вот так блендер взбивает одну минуту и потом останавливается. Автоматический режим это просто. Он взбивает, останавливается. А режим импульса нужно удерживать для того, чтобы взбивать. Он взбиваешь, отпускаешь. И вот мой смузи бананово-грушевый коктейльчик готов. После чего я беру свою крышечку вот такую с носиком, чтобы можно было пить. Кстати, очень плотно закрывается и не проливается. Я очень часто ношу здесь не только смузи, но и воду. Беру с собой на пляж. Все, закрыла. И здесь очень удобно ручка. И теперь можно пить. Налепила себе патчи от Блоу. Которые с кислотой, янтарной. Они, девчонки, очень классно работают. И это очень вкусно. Груши с бананом просто с водой. Это очень вкусно, девочки. И то я бы сюда, наверное, даже больше еще воды добавила, потому что очень сладко. Так что, если хотите похудеть, смузи. Сюда можно добавлять траву любую. Шпинат, базилик. Можно придумывать разные сочетания винограда. Сюда еще можно добавить яблочко. Можно добавить да все что угодно. Все перемалывается настолько, что не надо ничего жевать. И, кстати, я заметила, мы очень много употребляем жидкости здесь. У нас сейчас 35 градусов, хотя сегодня облачно. И даже немножко где-то там крапал дождик, крупные капли. Но не прям дождь, а так, знаете, где-то одна упала, две упала и все. Очень хочется пить. Это постоянно арбузы, дыни, это вода, это смузи. И еще я в магните нашла очень вкусную вещь. Горбуша или лосось сушеная, вяленая, копченая. Я сегодня съела 50 грамм этой соломки. И вкуснее я еще рыбы не ела. Я представляю, сколько я сегодня буду пить. И отечность моя, это, конечно, бич сейчас. Я, между прочим, уже подсоединила свои фонарики. И вечером это выглядит очень красиво. И многие заглядывают ко мне в окно. И сегодня как раз такой денечек, когда никуда не хочется идти. Сегодня пятница. И очень много людей приехало. И приедет еще на выходные со всего Краснодарского края. И вот, девчонки, клянусь, вообще не хочется выходить на набережную. Потому что там людей просто огромное количество. Так что сегодня мы куда-то вернем, а займемся чем-нибудь другим. Пока еще не совсем темно. Могу снять, доснять на балконе. Конец влога. О! Замигала. И знали как? Новый год. Ну что, у нас с вами уже конец влога. И очень всех интересует, куда делись мои коты. Коты, которые приходили ко мне кушать. Так вот, кто еще не видел. Просто я знаю, многие из вас проматывают влоги, смотрят их. Знаете, кусочками. И не всегда слышат информацию, да. А потом они начинают спрашивать. Вопросы под видео. Когда я уже в видео там что-то озвучила. И вот, где мои коты. Всех наших котов отравила бабка соседнего дома с первого этажа. Потому что они ей надоели. Хотя они к ней не приходили. Они там, у меня там вообще огород был целый. Они сюда не приходили. И она их просто отравила. Подмешала им в корм. Яд. И они целую ночь кричали. Это было весной. И они целую ночь кричали. И потом в ее рядочек вот прям все так и лежали. Мне вот рассказывали. Особенно Кристина моя. Ей рассказали в подробностях. А она мне уже без подробностей. Вот. Так что бабулька эта отравила котов. И кошек. И Мурочку нашу. И надеюсь она тоже. Я честно. Я вот ну. Я очень плохо отношусь к таким людям. Я вообще плохо отношусь к людям. Которые вот так вот. Она же сознательно пошла травить. А их там было штук восемь. Чтоб вы понимали. И ходят все кормят. Ну как бы ни для кого нет проблемы. Что много котов. Некоторых относили ветеринарами. У нас спокойно их стерилизуют. То есть они гуляли нормально. Не приносили котят. Так вот. Я таким людям желаю такой же страшной смерти. Чтоб вот они мучились перед смертью. Испытывали страшные боли. И я очень надеюсь что эта бабка тоже сдохнет как последняя тварь. Я очень злобная в этом плане. Человек. Женщина. Девушка. Вот. Надеюсь этот звук был интересный и полезный. И совсем на положительной ноте мы его закончили. Я пошла есть огромный арбуз. А вас всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.